Привет, Владимир! Ну что, расскажи, пожалуйста, что на этой неделе произошло. Я смотрю, как западные издания все продолжают прозревать и оказывается видеть, что не все хорошо с экономикой. Некоторые даже начинают писать, что ее надолго не хватит, не поверишь, и что даже простые россияне почувствовали уже, так сказать, холод от проблем с экономикой. Но вот такие открытия делают западные издания, а какие открытия делаем мы под занавес третьего года войны. Всем привет! Ну вот в этой неделе была такая рефлексия на достаточно резкое, хотя не такое резкое, как я ожидал, но все-таки резкое поднятие ставки Центробанка. Действительно, многие заметили, что у нас есть какие-то проблемы. Мы сейчас вот эти все рефлексии обсудим, там интересно из этого понять, какая может быть перспектива. Но я хотел начать с довольно необычного, но, на мой взгляд, важного стартового сюжета для наших сводок. Помнишь, мы много раз говорили про возможный кризис у девелоперов, застройщиков в связи с тем, что заканчивается программа льготной ипотеки. И вот еще, то есть они попали прям в очень нехорошую ситуацию, в такую вилку или ножницы, кому что больше нравится. Вот это вот поднятие ставки, причем не единственное, а как мы видим, они еще обещают поднять и в декабре, и долго держать ее высокой, да. То есть для девелоперов это довольно ужасная ситуация. И вот на минувшей неделе обострились проблемы у крупнейшего российского застройщика, который называется группа компаний Самолет. Вот он в рейтинге застройщиков сейчас твердо по всем позициям занимает первое место, и вдруг выяснилось, что у него огромный долг. То есть помнишь то, что мы говорили с тобой, что, собственно, вот это вакханалия очень быстрой застройки жилой, она строилась на больших займах, которые были взяты у банков. Значительная часть этого долга это кредиты с плавающей ставкой, то есть они зависят от ставки ЦБ, ну естественно, когда она повышается, то им приходится больше платить. А продажи у них очень резко упали из-за вот того самого прекращения льготной ипотеки с 1 июля, ну который мы много раз обсуждали тоже. И вот Самолет показал максимально херовые результаты по третьему кварталу, у них падение продаж в метрах на 45% в годовом выражении, в деньгах на 37%. Вместо прибыли до того, вот пока не закончилась программа льготной ипотеки, они показали убытки, при этом у них долг огромный и растет. И вот можно, например, посмотреть, что творится с акциями, там как бы трэш просто полный, то есть они стоили еще в конце декабря больше 4 тысяч рублей за акцию, а сейчас типа 1300-1400. То есть это падение более там 50% в течение последних там полугода, да, вот. И появилась новость о том, что, знаешь, есть такой миллиардер Год Ниссанов, друг Нарышкина, который владелец... У которого Нарышкин в бассейне плавал, да. Нарышкин в бассейне плавал, вот эта вот Киевская площадь, ТЦ Европейский, там вот это все, но один из тоже крупных вот бизнесменов в сфере девелопмента, они продали акции самолета, то есть как бы такой вот признак очень яркий, куда все там думают, что это будет катиться. И вот на рынке это одна из главных обсуждаемых тем. Мне очень интересно, что, видишь, вот как бы мейнстрим пресса, она запаздывает, потому что вот если можете посмотреть, я там заскринил несколько заголовков со всяких бизнес-форумов тех, кто торгует на рынке и инвесторов, там прям очень апокалиптично описывается ситуация с самолетом, что... Вот, кстати, еще такой момент, вот мы все время обсуждаем вот эти трудности с бюджетом, нет возможности их финансово спасать при таком напряжении бюджета, при таких дефицитах. То есть вот эта формула too big to fail, слишком большой, чтобы разориться, она здесь как бы может и не сработать, потому что просто денег нет. И там самое интересное, что они одни не такие, не одни такие, да, и там много еще кого надо будет спасать, поэтому здесь вот на всех не хватит. Ну и даже это дело проникает уже в мейнстримную бизнес-прессу, хотя так осторожненько. А мне кажется, что очень зря, что это не обсуждают, потому что, ну, ситуация-то аховая. То есть если сейчас из-за вот того, что мы вошли в затяжной период высоких ставок, на фоне отмены льготной ипотеки полетят девелоперы, они одни из тех, кто наиболее закредитован, за ними возникнут проблемы у банков. Ну, короче говоря, помнишь, это вот тот самый банковский кризис, о котором писал ЦМАКП, центр Белоусова в свое время. Вот как раз на примере самолета мы это можем посмотреть. И давай я просто сделал небольшую видеонарезочку из вот инвесторов, которые обсуждают это на канале РБК Инвестиции. Вот посмотрите сами, это тот сюжет, о котором вы в мейнстрим СМИ пока еще не услышите, но на рынке это вот активно обсуждают. А потом до них так же неожиданно, как поднятие ключевой ставки, внезапно это прорвется. Они такие, неожиданно Центробанк поднял ключевую ставку, неожиданно посыпались девелоперы, услышим мы, когда уже они будут непосредственно падать. Я напоминаю, что вот эти звоночки, когда начинаются проблемы у девелоперов, то можно вспомнить от ипотечного кризиса в США 15 лет назад до нынешних проблем в китайской экономике, то обычно это все обсуждают как, ну это какая-то фигня, которая касается только рынка недвижимости, нас это не касается. Но потом выясняется, что есть такой очень четкий механизм, как это все перекидывается на остальную экономику, но давайте посмотрим короткое видео. Вышли финансовые результаты самолета за 9 месяцев. Насколько вообще по девелоперам репрезентативна отчетность по российским стандартам? И в целом так кажется, что все плохо, прибыль рухнула на 70%. На самом деле да, мне кажется, везде репрезентативно. Во-первых, мы можем смотреть долг головной компании, долг продолжил достаточно активный рост у самолета. И при этом, если смотреть прибыль не за 9 месяцев, а именно третий квартал вычленять, то получится, что компания уже ушла в убыток, около 1,4 миллиарда рублей. И в целом это подтверждает скорее тезис, который витает в рынке, то что у девелоперов все плохо в связи с отменами льготных программ. С одним девелопером мы созванивались на недели, и тоже компания говорит, что пока не будет ставки ниже 15%, не будет ни прибыли, ни положительных чисто денежных потоков в секторе. При таких ставках девелоперы просто не зарабатывают. Поэтому, мне кажется, этого сектора стоит избегать. Смотри, у нас котировки самолета с начала года рухнули на 55%. Но понятное дело, чтобы купить актив, который будет потом дорожать, явно нужно брать на каком-то самом дне. Ставки у нас будут, конечно, высокими долгое время, но когда-то они начнут снижаться. Может быть, сейчас есть момент взять тот же самолет. Мне кажется, что банкротство ему конкретно не грозит. Слишком большая компания. Но если подобрать на дне, может быть, в расчете на то, что через год-два они утроятся, удесятирятся. Как тебе такая? Вот этот принцип «too big to fail» не факт, что он работает в данном случае. Потому что все-таки у компании огромная долговая нагрузка. Если включать проектный долг, то около 600 миллиардов рублей. Это прям колоссальный долг, который при текущих процентных ставках начинает очень сильно лосить. Ну и то, что мы видели из отчетности компании, то, что мы слышали по рынку, то, что топ-менеджмент продавал компании, продавал акции компании. Компания сама продавала свои акции, в том числе по текущим низким ценам. И в целом ходят слухи, что... Ну понятно, что это просто слухи. Хватайте меня, если что, что может уйти под какой-то более крупный институт, который будет его спасать. Но если его будут спасать, то понятно, что под ценами не особо выгодны для инвесторов. Поэтому компания была быстрорастущей. Наверное, она классная, растущая. В целом, мне нравится сегмент того, что она делает. Но с текущими ставками долго действительно может компанию губить. Особенно если смотреть на самолет. Самолет, наверное, на сегодняшний день самая дорогая бумага. При этом это достаточно высокая долговая нагрузка, которую нужно обслуживать. Большая часть бридж-кредитов, она выдана по плавающим ставкам. И это приводит к тому, что девелоперы вынуждены распродавать свои земельные банки. Опять же, по самолету мы это видим. Не забывайте поддерживать это видео. Сделать это можно лайком, комментарием, подпиской на канал. Что важно, чем больше вы подписываетесь, тем больше YouTube выдает это разным людям. Потому что подписка во время просмотра видео и сразу после для алгоритмов это лучшая помощь. Ну а также поддержать канал нужно и можно финансово. Это можно сделать на Патреоне, ссылка в описании. Но самое главное, с помощью покупки полезного продукта, который я делаю, NVPN. Это VPN, как следует из названия, который позволяет обходить любые блокировки. У вас не будет замедлен YouTube, у вас будет работать Discord. А если вы находитесь в какой-то другой стране, помимо России, у вас тоже все будет работать, что ваше правительство заблокировало или доступ к чему ограничило. Поэтому покупайте NVPN. По ссылке в описании можно с российских карт. Уникальная фича достаточно. И с зарубежных карт. Любых карт. Под зарубежными я имею в виду абсолютно любые карты. Все это есть в описании. Переходите, покупайте, получите классный VPN, за который я отвечаю головой. И поддержите канал. Ну а мы с вами возвращаемся к Владимиру Милову. Слушай, Владимир, ну вот некоторые заслуженные экономисты и экономистки. Например, Наталья Зубаревич, интервью, которое я недавно видел. Они как раз говорят, что все хорошо у девелоперов. И что они столько заработали, значит, сверхприбыли за последние два года. Что никакая отмена льготной ипотеки им не страшна. Никаких проблем не будет. И даже никакого падения цен на недвижимость не будет. Чтобы ты ответил не ей конкретно. Не будем тут персонально, конечно. А в принципе людям, разделяющим такую позицию. Ну вот видишь, это позиция, которая была условно до 1 июля с некоторой инерцией. Вот, кстати, Набиулину, когда об этом спрашивали на пресс-конференции, то она тоже говорит, что не стоит ждать проблем в первые месяцы после отмены льготной ипотеки. Потому что очень многие сделки совершались как бы еще до 1 июля. Есть некоторая инерция накопленная. Но, вот чем показательна эта ситуация с группой компаний Самолет? Что третий квартал расставляет все по местам. Вот в чем здесь проблема? И вот вы слышали сейчас об этом, собственно, и говорят участники фондового рынка. Первое. Высокий долг накопленный. То есть прибыли, это ладно, но как бы, во-первых, прибыли как бы остались в прошлом, потому что они были большими в тот момент, когда вот были эти массовые продажи по льготной ипотеке, там еще и по завышенным ценам, там и так далее. Больше этого вот накопленного жира формироваться не будет. И выясняется, что они очень быстро вынуждены его проедать. Вот в чем здесь мы не согласны с Зубаревич. Она считает, то есть у нас как бы очень многие вот такие экономисты и оптимисты, они воспринимают эту прибыль как нечто, что будет там длиться годами. Но нифига это не будет так. Вот мы видим еще раз, вот есть отчет. Ну вряд ли они прибыль, да, даже если была суперприбыль, у них вряд ли они ее в какой-то стабфонд клали, да, то есть я не знаю таких бизнесов, честно говоря. У них есть какой-то кэш на счетах, но проблема в чем, что у них при этом очень высокий долг. То есть они же не просто строили так. Ну строят не за свои, конечно. Да, они строили за деньги банков. И вот здесь наступает вилка какая, что все думали, почему вот эта бешеная вакханалия-то развивалась, что все думали, что вот сейчас примерно будут уже ставку снижать. А вот здесь участники рынка-то о чем и говорят, что девелоперы при таких, да еще и повышающихся ставках, они не могут существовать, их придется спасать как-то. Вот там звучала фраза, что им придется распродавать активы, и в частности земельный банк, то есть это земли, которые они скупили под застройку. А кому они нахер нужны, когда все застройщики ровно в такой ситуации, и спроса-то нет. С рынка ушла огромная как бы волна спроса. И вот там была фраза смешная, вот развиваем русский язык, да, то, что там Ожегову и Далю как бы не снилось, убытки будут эти, долг будет лосить, да, лоситит, что значит от слова лос генерировать убытки, потому что долг надо выплачивать, во-первых, он сам по плавающей ставке, то есть резко выросли процентные платежи из-за повышения ставки ЦБ. Второе, если его рефинансировать, ты уже по дешевым ставкам его сейчас не рефинансируешь. Это супер дорого вот при нынешней ЦБшной денежной политике. Вот это, мне кажется, понимаешь, я там не хочу никого конкретно из экономистов обсуждать, но очень многие люди являются заложниками как бы статус-кво, то есть когда долго растянутая вот эта вот ситуация как бы примерно одинаковая, они начинают становиться ее, ну, рабами в каком-то смысле, то есть они думают, что вот примерно так будет всегда. Вот в чем, как бы как здесь развиваются кризисы, что из-за каких-то непредвиденных обстоятельств наступает резкий слом, то есть, например, когда они могли рефинансироваться постоянно, казалось, что большой долг – это небольшая проблема, да, а теперь они рефинансироваться не могут, долги огромные, и это съедает, убивает просто все их прибыли, которые были. Поэтому я здесь не согласен, но единственное, в чем я готов согласиться, что по ценам они будут держать вот как бы до последнего, то есть мы какое-то время, там, я не знаю, это вопрос месяцев, можем еще увидеть, что они цены не снижают и пытаются… Ну, учитывая, что инфляция еще идет, то есть даже держа такие же цены, как и были, по сути, это, ну, то есть даже не повышая их на инфляцию, условно говоря, да, это будет ниже, чем возможно было бы. Да, с одной стороны, с другой, знаешь, они все-таки понимают, то есть девелоперы, они прекрасно понимают, что если сейчас начнется гонка снижения цен… Ну, все, да, тут уже не выплатят. Это трансформируется в рынок покупателя, потому что покупатели это сразу поймут, и они будут бежать к тому, как вот когда с валютой что-то происходит, ты ищешь банк, у которого самый выгодный курс, да, вот, то есть начнется гонка снижения цен, потому что покупатели поймут, что спрос ограниченный, он будет везде идти туда, к тому, кто предложит наиболее низкую цену. Поэтому, поскольку рынок очень монополизирован, то есть там есть вот несколько крупных застройщиков, которые между собой там конкурируют, там не конкурируют, а наоборот, они координируются, созваниваются и вместе проводят эту ценовую политику. Они, конечно, понимают, что пока для них вот, ну, надо максимально держать цены, иначе просто пойдет обвал. Но в какой-то момент, вот я еще раз, я много здесь об этом говорил, неизбежно это дело наступит, потому что, ну, нет другого выхода. Они перекредитованы, прибыли у них больше нет, и льготная ипотека больше на рынок не вернется. То есть вот это был такой навес, который просто взял, как бы, и ушел, да? Вот. И чтобы с банками расплачивать, то есть им придется, банкам либо придется списывать это все, но по банкам это большой удар, они это делать не хотят, да? Либо им придется распродавать по пониженной цене, но, блин, это законы рынка, ну, что я могу здесь сказать? В общем, очень интересно за всем этим смотреть, но... Ты знаешь, какое еще есть измерение интересное? Извини, ты сказал но, я тебя прервал. Не-не, я просто говорю о том, что мы вот говорили о том, что осень будет очень интересная, да? И что кризис девелоперов, который проецируется на банки и с, там, созданием у них пула токсичных этих активов, застройщиков, вот он пошел. То есть вот, пожалуйста, это тема номер один, которая сейчас на рынке обсуждается, это проблемы у самолета, и у других застройщиков мы к ним еще вернемся. Да, что ты хотел сказать? Ты знаешь, что интересно, что в реакции на повышение ключевой ставки вот у простых граждан, да, и даже у затканалов, которые я мониторю, самая активная реакция была, это как раз они начинали считать, сколько понадобится выплачивать за ипотеку и на сколько лет ее брать. То есть они, буквально, претензия к Нобиуллиной была у больших количествых затников, что теперь ипотеку взять для россиянина просто невозможно, потому что нет льготной ипотеки, потому что месячные платежи по таким ставкам это просто какие-то гигантские деньги, которые даже вот с увеличивающимися, да, по инфляции зарплатами, по крайней мере, да, в военном секторе, даже с этим невозможно построить себе вообще разумный план на будущее. Вот, поэтому обычных людей, мягко скажем, это тоже сильно интересует. А ты знаешь, что вот явилось одним из следствий вот этих последних повышений ставки? Вот известия пишут о том, что просрочка по ипотеке растет какими-то фантастическими темпами почти на 40%. Она вот выросла сейчас, да? Это все равно, это небольшая доля в портфеле, потому что по ипотеке все равно люди более или менее платят. То есть это все от общего портфеля ипотечных кредитов, это где-то все в пределах более или менее 1%. То есть вот с точки зрения макро влияния это не важно. Но как симптом, ну то есть почти в полтора раза увеличилась просрочка по ипотеке с момента вот поднятия ставки, да. Почему? Потому что люди рассчитывали на то, что они когда брали кредит, они рассчитывали на то, что ставка скоро начнет снижаться. И сейчас, когда наоборот она пошла повышаться, многие просто перестали платить вообще, потому что у них нет такой возможности, да. То есть здесь вот что обсуждают участники рынка, они говорят, что здесь важен не сама доля вот этой просрочки сегодня, а то, что идет взрывной рост, который может в ближайшие месяцы продолжиться. То есть есть видимо огромное число людей, которые реально не платежеспособны, да. И мы не знаем, вот сколько это, да. То есть люди брали в расчете на то, что ставка будет снижаться и они какие-то будут приемлемые. А даже вот при всем том, что льготные, ну блин, это ставки все равно высокие. То есть я всегда говорил о чем, что мне всегда казалось, что брать ипотеку вот дороже, чем она есть, например, в Европе, да, там сколько, 3-4, там, ну хорошо, 5-6 процентов, это максимум, типа, да. Все, что выше, это экономически нецелесообразно, потому что это невероятная какая-то нагрузка по переплате за квартиру. Но у нас ставки даже льготные, совсем другие. Я же не говорю про цены, которые застройщики накрутили. Поэтому я думаю, что рост неплатежей, вот он уже начался, и он будет большой. Но давай двинемся дальше. Возвращаясь к более таким макросюжетам из ставки Центробанка, инфляция вообще не слушается на Биулину. То есть вообще 0,27 на минувшей неделе. Это самый высокий уровень недельной инфляции с начала июля. И вообще вот из этого видно, что вот все эти повышения, и июльское, и сентябрьское, нихера не работают. Просто нихера не работают. То есть в последние недели был очень высокий недельный фон инфляции. У меня в этой связи вопрос. То есть если бы вот скажем июльское повышение ставки до 18, и потом сентябрьское до 19, вот если бы они хоть как-то действовали, то могли бы мы в октябре наблюдать такую картину, что недельная инфляция 0,2-0,3 процента. Но это конечно полная ерунда. Это еще. То есть сама жизнь, сам Джизус как бы подсказывает на Биулину, что-то у них там типа не так, да. Вот. И ну опять много вопросов вот зрителей про цены на масло. Почти 2 процента в неделю, то есть почти 26 процентов с начала года рост цен на масло. И вот РБК попросила представителей ассоциации Союзмолоко прокомментировать, в чем причина. Они говорят довольно очевидную вещь, что рост издержек по всей цепочке. Нет ни одного фактора какого-то, который просто объяснял бы этот рост цен на масло. Растет все. Растет сырье, материалы, труд, процентные платежи, логистика, да. И это на самом деле, как бы вот эта штука, готовьтесь, она есть во всех товарах. Просто все держат до какого-то момента, пока это становится уже невозможным. И вот ее периодически прорывает. Сейчас прорвало масло, дальше будет чего-то следующее. За этим, кстати, вот мы сейчас... Обещают, что турки масло привезут и помогут, так сказать. Ну, как мы помним, все эти расчеты на то, что будет какой-то массовый импорт из Турции, Азербайджана, там или откуда-то еще, как правило, это не особо оправдывается. То есть все равно цены... Слушай, ну с яйцами-то помогло, считай, нет? Помогло стабилизировать, но тем не менее, в принципе, вот если посмотреть по всему спектру, я не сделал общей таблицы в этот раз, ну, там мы сделаем ее к следующему разу, видно, что цены растут абсолютно на все. И на животноводческую продукцию, там мясо, масло и так далее, и на хлеб, и на овощи, и на фрукты, там и на лекарства. То есть каких-то, значит, отдельных там исключений, где все классно в плане цен, в общем нету. Это говорит о том, что это все объясняется макропричинами, вбросом денег в экономику, ростом издержек, дефицитом там всего, да, ну и так далее. Вот, и кстати, вот Росстат опубликовал сборник по итогам сентября, и там видно, например, насколько высокий рост цен на грузоперевозки. 21% с начала года, в основном в автоперевозках, такой вот рост. Это говорит, во-первых, о том, что логистика торговли из Азии, вот эти вот, как бы, естки туда-сюда, это дорогая история. Ну и кроме того, бензин тоже, мы сейчас к нему тоже вернемся, внес здесь свой вклад. В общем, короче говоря, инфляционный фон просто никак не спадает. Это говорит о том, что, сейчас тоже обсудим реакцию рынков на повышение ставки, но, по сути дела, никто уже вообще даже не верит, что эти вот дергания ЦБ со ставкой дадут хоть какой-то результат. Я хотел... Извини, это их удержит от нового повышения ставки или, наоборот, спровоцирует на более резкое повышение? Это очень интересная дилемма. Давай, сейчас я хочу сначала показать еще один видос. У нас несколько видеосюжетов в этот раз. Я там собрал немножко бонус треков Набиулины с прошлой вот этой ее пресс-конференции, которая была неделю назад. Там тоже несколько интересных моментов. Во-первых, у них идет такая большая заочная полемика с лоббистами и с Чемизовым. Прежде всего, вот я напомню, что Чемизов, глава Ростеха, это главный производитель вооружений, он очень борзо выступил в Совете Федерации на прошлой неделе и наехал на Набиулину и сказал, что надо прекращать политику повышения ставки, иначе все военные предприятия обанкротятся. Вот я, кстати, снял видео про вот эту разборку Набиулины с Чемизовым. Посмотрите на моем канале, если интересно. Но она вот как бы на это отвечает. То есть, во-первых, она сказала очень четко, что мы сейчас никаких вариантов, связанных со снижением ставки, вообще не рассматриваем. И типа будем давить жесткой денежной политикой, как говорится, столько, сколько нужно. Но очень интересно, что вот это столько, сколько нужно, у них уезжает прям вообще уже в конец 26-го года. То есть, это типа больше двух лет им надо, типа вот как они сейчас прогнозируют, держать эту сверхвысокую ставку, чтобы к чему-то, куда-то что-то привести. Понятно, что это дело не сработает, но посмотрите логику Набиулины. И очень интересно, я с ней вообще в этом смысле согласен. Она объясняет, как это происходит с точки зрения конкретного предприятия. То есть, предприятие думает, что вот ему дадут деньги, оно, значит, требует какую-то дешевую ставку или бюджетных субсидий. И вот сейчас вот мне там дадут дешевый кредит, и я переверну мир, я там создам новые производственные линии, там мощности и все буду производить. А на самом деле оно вместе с другими предприятиями начинает конкурировать за ограниченные ресурсы, за труд, за оборудование. И цены в итоге растут вверх. Вот, собственно, это то, что происходит. Давайте посмотрим Эльвиру, и потом я прокомментирую. Ну, сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта. Повысить ставку на 20%, на 21% и выше, чем на 21%. Вот, вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Вот каждое предприятие думает, если мне дадут дешевых денег, то я своими инвестициями поверну, ну, если не всю землю, то какой-то значимый кусок экономики, отрасли, повышу производительность труда, экономика будет расти быстрее. Ну, предположим, компания получила более дешевые деньги. У нее три варианта, на что их потратить, если она не пошла на валютный рынок, да, чего мы не знаем, или не вывела деньги, а если она действительно хочет компанией инвестировать в производительность труда, в расширение производства. У нее несколько вариантов. Основных три. Первое – привлечение дополнительной рабочей силы, если у нее есть производственные мощности, или увеличить количество смен. Но свободных рук в экономике не осталось. И что можно сделать, воспользовавшись дешевым кредитом? Попробовать переманить сотрудников с другого предприятия более высокой зарплатой. Но мы же говорим о том, что дешевый кредит получает вся экономика, то предприятие тоже получило дешевый кредит и тоже может платить более высокую зарплату. И будет, по сути дела, гонка заработных плат без никакого роста производительности труда. И в целом в экономике рост не ускорится. Второй вариант – действительно повысить производительность. Купить для этого оборудование. Возьмем вариант отечественного оборудования. Но для того, чтобы купить отечественное оборудование, его тоже нужно дополнительно произвести по сравнению с тем, что есть сейчас. А для этого производитель оборудования, который тоже получает дешевый кредит, должен, соответственно, нанять новых работников. К чему это приведет, по первому случаю? К тому же самому дорожанию оборудования, удлинению сроков его поставки. В целом по экономике станков, машин, сооружений, зданий произведено больше не будет. Но заказчикам это влетит в копеечку, потому что оборудование подорожает. Что мы сейчас с вами и видим, потому что если посмотреть на отчетность отчетность компаний и предприятий, у них не столько растут затраты на обслуживание кредитов, сколько затраты на материалы, сырье, фонды оплаты труда. Третий вариант, который часто предлагают, попробовать купить импортное оборудование, более производительное. Но мы можем купить только на импорт, в импорт только то, что нам дают наши экспортные возможности, количество долларов. Вы можете, конечно, за это количество долларов разной компании опять конкурировать, предлагая больше рублей. Это приведет к ослаблению курса и к тому же проинфляционному эффекту. Но оборудование, стоимость которого измеряется в долларах, ограничена вашими экспортными возможностями. Поэтому при сильном дефиците физических ресурсов, как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них, рост цен на конечную продукцию. Это будет инфляционная спираль. Вот смотрите, здесь что важно. То есть, с одной стороны, во-первых, Эльвира говорит про инфляционную спираль. Хочу так намекнуть всем, что это примерно то, в чем мы уже находимся. То есть, это не вопрос какой-то будущей гипотетической дискуссии. Мы уже в ней находимся. Потому что они вот уже много месяцев повышают эту ставку, а инфляция не только не замедляется, она ускоряется. Вот это говорит о чем? Что, во-первых, есть какие-то другие факторы, которые перетягивают, и пора бы на них обратить внимание, заметить, что они есть. Это вот эти самые адские бюджетные расходы на войну и на все такое прочее. А во-вторых, соответственно, видно, что, как Центробанк уже говорил не раз, что они настолько разогрели инфляционные ожидания у всех, что все ждут, что инфляция будет выше, и ставка будет выше, и уже закладывают это в свои планы, и чувствительность к повышению ставки резко утеряна. Я думаю, мы все это вот сейчас наблюдаем. Но вот этот момент, который она описывает, что если предприятиям раздать дешевых денег, то, значит, они начнут эти деньги тратить, чтобы конкурировать за труд, за оборудование, и цены еще быстрее вырастут. Вот она все правильно говорит, но, есть одно большое но, она описывает схему заморозки экономики. То есть, если никому денег не давать, то ничего не будет развиваться, будет охлаждение и уход в ноль или в минус. Вот это то, что мы сейчас и наблюдаем. Здесь вот, внимание, вопрос, а какой же выход из этого всего? А выход, это закончить войско из Украины, очевидно, да. Снизить военные расходы, вывести войска. Мы выясняем, что вдруг оказывается, что без международной кооперации, без вот этого самого страшного противного Запада, мы не можем развивать производство. Потому что технологий нет, все, что делается дома, это из-за монополизма, оказывается слишком дорогим, да, и вот вроде как получается, вот почему я все время полемизирую со всеми там Алексашенко, Зубаревич, иноземцев, кто говорит, что все отлично. Они говорят, а деньги-то есть. Я говорю, да, деньги-то есть, но при такой международной изоляции и еще при таком дефиците труда из-за войны, из-за отъезда квалифицированных кадров, вы даже с деньгами все это дело не вытянете. Вот примерно Набиулина описала схему, как все это. Поэтому я вот снял... Так что деньги, друзья, сами по себе не существуют. Мы их выдумали. Они измеряют разные показатели. Если у вас эти показатели в жопе, то количество нулей на том или ином счету вас вообще не точно не спасет, а может быть и наоборот угробит. Верно. Вот я снял вот это видео про полемику Набиулина и с Чемизовым. Я там объясняю, что там нет хорошего варианта. То есть Чемизов предлагает выбросить кучу дешевых денег на рынок для предприятий. Ну будет гиперинфляцией, как в 90-е. По-моему, Рогозин еще предлагал тупо напечатать. Говорит, давайте напечатаем и кайфанем. Это из промышленного лобби все время идет эта тема. Дайте. Нам надо здесь и сейчас. Нам плевать на макро-последствия. Ну а дальше мы знаем, что бывает. Дальше еще Аргентина, Турция, Зимбабве, Венесуэла и прочее. Мы идем в эту сторону все. Да, поставки уже подпираем, скажем так. Не 50%... Да, Набиулина говорит, типа нельзя давать денег, иначе вот будут вот такие инфляционные эффекты, но тогда все заморозится. То есть Чемизов это гиперинфляция, Набиулина это заморозка. Объясните мне, где здесь хороший вариант? Не выглядит хорошо. А как тебе кажется, кто победит по итогу? Ну то есть типа Набиулина сядет или Чемизов отстанет? Ну я здесь рискну. Кто не смотрел мое видео, я, конечно, сразу сдаю все секреты, но, конечно, у Набиулины нет шансов. То есть победит Чемизов, очевидно, потому что там просто давление идет со всех-всех сторон, и это экзистенциальные вещи, то есть путинские любимые военные предприятия не могут существовать при такой ставке, да. Поэтому... А у Набиулины в чем здесь проблема? Она могла бы выставить, если бы она давала какой-то успех. То есть если бы ее политика к чему-то приводила. Но когда, сука, полтора года ты повышаешь ставку, и это, ну, ни к чему не приводит, вот еще раз смотрите на недельную инфляцию прошлой недели, ну, какая... Ну, здесь даже, понимаешь, даже если Путин очень ее любит, да, ну, все равно, ну, то есть у нее нету просто никаких шансов. Я думаю, что назначит какого-нибудь Тулина, это вот ее первый зампред, который как раз сторонник более мягкой денежной политики, ее спокойненько уберут, назначат Тулина. Тулин произнесет массу красивых слов, что там мы продолжим преемственность там и все. Но он быстренько, как, как видишь, как Белоусов больше после Шойгу не ругается на военные заводы Ростеха, да, так и, значит, Тулин больше не будет делать то, что не нравится Чемизову. Поэтому, мне кажется, будет так. Вот, но это очень интересно. То есть Набиулина фактически думает, что она объясняет, как бы, почему не надо давать дешевых денег предприятиям Чемизова, но при этом она фактически объясняет схему заморозки экономики. И вот здесь и выхода нету, кроме как закончить войну. Но вот это слово не произносится нигде, да. Вот мы и попали в эту точку, где все это начинает кусаться. Я хотел еще поговорить, у нас сегодня много видеоряда, я хотел поговорить про реакцию рынков на повышение ставки, но это стоит того. Это просто чистый фан. И, знаешь, я вот втянулся примерно как ты по военке комментируешь Z-каналы, да. А у меня, значит, вот эти БКС и РБК инвестиции, конечно, там просто все, весь набор возможного вытия в этой ситуации, но это и понятно, да. Вот. И, во-первых, до, и вообще самого исторического минимума упал индекс корпоративных облигаций. Это что такое? То есть, компания, как бы, одна из, один из способов брать в долг, это размещать облигаций на рынке, там точно такой же рост доходности, как и по гособлигациям УФЗ, мы сейчас тоже до них как бы дойдем, то есть, дешево, никто давать уже, понятно, не хочет, вот, ну и, соответственно, а ты понимаешь, для компании какая-то страшная процентная нагрузка при таких вот ставках. Дальше вот ведомости опросили экономистов, удивительное дело, никто не верит, что ставка ЦБ сработает, но все считают, что скорее всего результатом будет рецессия. Вот еще раз я подчеркну, пока мы все, типа, здесь говорим о том, что вот работают санкции или нет, и вроде в путинской экономике все хорошо, и деньги вроде есть, да, на официальных вот этих вот кругах обсуждают стокфляцию и рецессию. Меня тоже это раздражает, реально, ну то есть типа ты читаешь какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, и там гораздо более комплементарная российская экономика, чем об этом говорит Набиулина, но это уже какая-то шизофрения, нет? Да, 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 они просто запасывают, понимаешь, пока почта дойдет за океан, там письмо придет в Нью-Йорк, да, с описанием ситуации, или там сборник Росстата в бумажном виде, вот они только тогда начинают что-то собраться. Они только почему-то слушают Путина и Лаврова, да, типа, а надо слушать экономистов, ну то есть, причем даже мы не предлагаем нас, мы предлагаем государственных, ну то есть российских, Набиулина и всех прочих. Ну вот, ну реакция рынков, конечно, просто потрясающая, там апокалипсис, там все, в общем, вы эти заголовки сами видите. Не ждем, а готовимся. Да, я предлагаю еще один фрагментик посмотреть, просто это стоит того, они сами очень, участники рынка, это вот те, кто рассказывал, покупайте российские акции, там мы, типа, теперь независим от Запада, вот, значит, вот это их теперь, их собственными словами, как это все выглядит. Для бизнеса, конечно, сейчас условия уже запретительные. СБ у нас отличается такой непредсказуемостью, и та риторика, которую они сейчас заявляют, скорее свидетельствует о том, что рассчитывать на резкое снижение ключевое не приходится. Пока это мясорубка, и она продолжается здесь. У нас не так много компаний, у которых на балансе достаточное количество кэша, и, конечно же, они выигрывают, но большая часть экономики у нас в долгах. Если мы смотрим на все долги, которые у нас есть, облигации, кредиты, это 160 триллионов рублей, по которым придется платить больше. Мы видим, что потребительский сектор уже очень активно замедляет свое кредитование. Это отчасти и следствие ставки, и следствие ужесточения регулирования. Но и на очереди, я полагаю, все-таки корпоративный кредит, потому что до конца года действительно часть компаний может активно занимать под ожиданием бюджетных выплат, а не исключено, что часть этих кредитов будет погашена в конце этого года, в начале следующего, и, собственно, в корпоративном кредите мы увидим тоже достаточно близкое торможение. Есть предел удержания высокой ключевой ставки, то есть вечно большую ключевую удерживать не получится, потому что она уже будет влиять на инфляцию с точки зрения перекладывания и сдержек. Ну, естественно, ставка 21, она не сказать, что была прям неожиданна, потому что некоторые все-таки аналитики прогнозировали ставку 21, и это рассматривался как крайне пессимистичный сценарий, и он, к сожалению, воплотился в жизнь. Вот поэтому рынок немножко подрастроился. Центральный банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, на этот раз до 21%, как говорят игроки в карты, очко. Дальнейшее повышение уже вроде как перебор, но ЦБ остался верен себе и допустил возможность дальнейшего повышения ставки уже на следующем заседании. Также регулятор ухудшил оценку инфляции на этот год, но это, понятно, неудивительно, ведь до конца года осталась пара месяцев. Однако, даже новый прогноз в 8,5% выглядит как-то блекло на фоне величины ставки. Рискну даже предположить, что после некоторого уровня повышение ставки уже не сказывается на инфляции, и этот уровень, как мне кажется, давно пройден. Еще одна неприятная новость от Центробанка это прогноз по средней ставке на следующий год с 17-20%, вместо предыдущей оценки 14-16%. Общий долг Минфина в виде ОФЗ составляет примерно 20 триллионов рублей. 40% этого долга составляют облигации с плавающей ставкой. В этом году на обслуживание долга будет потрачено 2,3 триллиона рублей. Это более 6% всех расходов государственного бюджета. В 2025 году Минфин погасит облигации на сумму около 1,5 триллионов рублей. При этом по плану объем размещений будет около 5 триллионов. Если ставка не будет снижаться, то нагрузка на бюджет вырастет до 3 триллионов рублей или 9% всех расходов. Это довольно заметная цифра. В Америке, например, где считается, что расходы на обслуживание долга огромные в процентах от расходов бюджета, эта величина составляет 11%. Так вот, в России при ставке в 9%, если бы такая ключевая ставка была, расходы бы составили менее 2 триллионов рублей. То есть, из-за завышенных ставок бюджет ежегодно переплачивает более триллиона рублей в виде процентов. Инфляция не сдается. На прошлой неделе рост цен ускорился почти до 3%. По оценкам Минэкономразвития годовой показатель превысил 8,6%. Мы можем отметить тенденцию интересную и в то же время, к сожалению, негативную. За последние 10 месяцев получается, было отменено размещение столько же, сколько за последние 9 лет. Это достаточно показательно. Это видно, что банки не готовы сейчас участвовать в этом процессе, потому что они ожидают видимо повышения ключевой ставки в дальнейшем. Поэтому, к сожалению, мы увидим какой-то процесс более интересный под конец года на долговом рынке за счет того, что у нас скоро достаточно высокие бюджетные расходы. То есть, надо ожидать в декабрь месяц в общем галопом Минфин будет прям привлекать, стараться, естественно, через флолтеры, которые будут у них в фаворе. Но хорошо, что с постоянной доходностью вроде бы хоть один выпуск мы все-таки заместим. При этом, я не исключаю, что дальнейшее повышение ключевой ставки приведет к новым рекордам, естественно, по доходностям, которые на дальнем горизонте. Вот они важный какой момент упоминают, я хотел об этом сказать, что вещь, которая сильно беспокоит рынки, это рост бюджетных расходов. То есть, рост бюджетных расходов это что? Это инфляция, как мы видим, и это повышение налогов, которые неизбежны, и которые бизнес не любит. И вот ключевой фактор, то есть, здесь опять мы попадаем в ловушку, когда повышение ставки растянулось во времени, все думали в прошлом году, что это будет короткая штука на полгода, а потом инфляцию возьмем под контроль и ставку будем снижать. Но сейчас ставка растягивается больше, чем на три года высокая. И вот одна из вещей, о которых они говорят, это совершенно верно, что это ведет к резкому росту процентных расходов бюджета. И по субсидированию ипотеки, это вот триллион дополнительный в этом году и по субсидированию всяких льготных кредитов тому же Чемизову и так далее. То есть, вот рынок начинает медленно осознавать, что мы вошли в такой штопор, в нисходящую спираль, когда длительная ставка это не просто вот что, как говорится, надо потерпеть, но это влечет за собой очень плохие последствия. Несколько дополнительных триллионов расходов бюджета, это во-первых инфляция, во-вторых то, что придется дальше налоги повышать, то есть, они все максимально на рынках кислые, они ждут декабря, а в декабре практически уже не осталось вариантов, что ставка сноу повысит, я извиняюсь, да, то есть, каких-то вот здесь оптимистических для них сценариев в общем-то нету, поэтому, в общем, мы идем в очень веселое начало 25-го года, ну и вот про, собственно, вот этот кризис госдолга, опять все продолжает развиваться, Минфин очень хитро поступает, он канцелит опять аукционы по размещению ОФЗ, чтобы не показывать нам какую-то высокую доходность, но правда, вот он разместил совсем краткосрочные ОФЗ с погашением летом 25-го, там типа меньше года, и у них доходности побольше 20-ти, да, то есть, ну видно, что гонка доходностей продолжается, вот, опять в абсолютном минусе, там, вот этот индекс гособлигаций, RGBI, как он не бывал там никогда в истории, но знаешь, даже здесь вот какая штука, даже не это все, даже не текущие доходности ОФЗ и прочее, я хотел здесь обсудить, а вот я посмотрел у Минфина справку о программе заимствования на этот год за 9 месяцев, как они ее реализовали, и вот очень-очень важная здесь история состоит в чем, что ты видишь, мы все время обсуждаем, они занимают, занимают, занимают на рынке, но из-за высокой ставки у них резко растут процентные платежи, почему они и отменяют аукционы-то? И вот в этой табличке видно, что если сопоставить сколько они привлекли с рынка и сколько они выплатили по процентам, они в минусе на 850 миллиардов рублей, понимаешь? При том, что они... Пипец, то есть это не имеет смысла занимать, почему вот они и говорят, вот мы сейчас давали вот это видеофрагменты, они говорят, что за 9 месяцев последних было отменено аукционов по УФЗ больше, чем за предыдущие 9 лет. А какой смысл занимать, если ты в итоге выплачиваешь больше, да? Вот это очень интересный момент, то есть вот эта табличка, она говорит нам о чем? Что те, кто вам рассказывает, что если нужно будет, то Минфин просто займет на рынке и закроет бюджет, не займет. То есть он может занять, но ему это приносит больше расходов, чем доходов, ему по таким процентам просто придется больше платить. То есть вот это очень интересно, мне интересно, как они будут выкручиваться, потому что они, видишь, они хотят закрыть дефицит на конец этот года ускоренными заимствованиями, но они не могут это сделать. Они вот прошел, уже из четвертого квартала один месяц закончился, октябрь, они только 113 миллиардов разместили, это меньше 5% от плана на третий квартал. То есть они не могут размещаться и любое новое размещение им приносит больше выплат по процентам, чем доходов. Очень интересная дилемма. Я думаю, что кончится это все тем, что они будут ускоренно тратить деньги из остатков ФНБ, но вот мы к этому вернемся, как я говорил, уже в конце декабря и в начале года. Таким образом, видите, вот у них из-за высокой ставки она создает кучу разных проблем по разным направлениям и очень непростая ситуация, даже Нью-Йорк Таймс и Блумберг все это дело заметили. Вот, теперь переходим к плохим новостям для нас с тобой и для всех нормальных здравомыслящих людей. Помнишь, мы говорили про военную промышленность, что она замедлялась в предыдущем месяце. Вот сентябрь этот тренд переломил и он был для них очень успешным с точки зрения военного производства. Надо это вот открыто признать. Слушай, а помнишь, мы с тобой обсуждали на квартальную модель. Нет ли вероятности, что просто сдавали заказы в сентябре и из-за этого такой всплеск. Я просто помню, мы с тобой обсуждали это когда в большом этом. Нам все писали, что типа у всех заводов сдача квартальная. И поэтому у них вот такие всплески бывают. Вот смотри, этот элемент есть, но я предпочел бы здесь как бы не обманываться этим, потому что знаешь против этого, что говорит? что если смотреть рост год к году по прошлому году и по этому, то темпы такие же. Они типа где-то 28-30 процентов в 23-м и в 24-м. То есть вот эти вот колебания туда-сюда, да, они отражают действительно длинноинтервальную сдачу, то есть несколько месяцев паузы, потом все сдают. Но в целом темпы роста военного производства пока более или менее такие же, чем как и в 23-м году. То есть гипотеза пока не подтверждается. Вот давайте посмотрим конкретные цифры. Очень резко у них в сентябре выросла сдача продукции по боевой технике. То есть это прочие транспортные средства. Видно, вот здесь видно, что это как раз результат того, что они как-то видимо сдали все в сентябре, да, то, что копили в предыдущем месяце. Но тем не менее в целом если растянуть все это вот на все месяцы, то так или иначе они как-то идут примерно в одном и том же темпе. Ну вот и по электронике и оптике тоже темпы высокие за 30 были в сентябре. Единственное оружие и боеприпасы это вот статья готовые металлические изделия. Она вот хуже других пока показывает результаты 16% роста в сентябре всего. Но тоже нельзя назвать это прям совсем низкими. В общем будем смотреть. Я все равно по-прежнему абсолютно уверен, что военное производство выдыхается и скоро выдохнется. Об этом и Чемизов же говорит с трибуны. Что у них огромные там внутренние проблемы и они долго так тянуть не могут. Но пока вот надо сказать тянут и здесь это приходится признать то есть по военной продукции нужно увеличивать давление и вторичные санкции на поставку им компонентов и все такое пока что они как бы так или иначе вытягивают по боевой технике этого все равно не хватает для того чтобы восполнить потери на фронте но просто если говорить о том как работает военная промышленность не так уж плохо она пока работает то есть действительно здесь вот сентябрьские показатели месяц для них был очень удачный они неплохие но в целом видно что это в общем-то единственный сегмент экономики который работает с такими уверенными темпами ну столько денег туда вкачивается продолжается много данных про замедление экономики вот решетников министр экономики выступал тут на бизнес-форуме в Танзании да и в очередной раз признал что но они кстати между прочим Танзанию хотят решетников сказал о том что они хотят сделать Танзанию точкой входа для российских товаров поставляемых в Африку интересный момент вот я думаю что все санкционные люди в Америке и Европе должны взять это на заметку если не возьмут то мы поработаем с ними так вот он сказал опять что экономика охлаждается это официально признается ну и вот собственно Росстат говорит о том что в октябре индекс предпринимательской уверенности в добывающих производствах снизился почти на 5% а в обрабатывающей промышленности был на нуле примерно 0,2 роста да но если вычесть оттуда военку то это значит что в остальной обрабатывающей промышленности он в минусе и вот данные Росстата некоторые которые вышли по сборнику по сентябрю реальный сектор экономики промышленность рост всего 3% минимальная за 15 месяцев и опять же если вычесть военку то это где-то ноль или минус сельское хозяйство в нуле грузооборот транспорта в глубоком минусе железные дороги минус 6% то есть это вот такой индикатор который показывает что остальная экономика кроме военки чувствуется реально плохо вот и еще такой момент это обеднение населения то есть при том что у нас богатеют слои которые работают вот на эти вот сектора связанные с войной все остальные беднеют довольно резко вот Росстат по-прежнему показывает что уже теперь уже больше года реальные пенсии с поправкой на инфляцию находятся в отрицательной зоне то есть не индексация пенсий даже по официальной инфляции не догоняет то есть покупательная способность пенсии резко снижается это еще раз повторю если учитывать вот инфляцию типа 8% если если 22% как по Ромиру и по товарам повседневного спроса то пенсионеры беднеют довольно резко но я вот еще сделал такую табличку сравнил вот эту Ромировскую ежедневную потребительскую инфляцию с ростом зарплат и видно что рост зарплат затормозился резко то есть больше возможностей их повышать так как раньше нету зарплатная гонка уперлась в какой-то потолок свой то есть сейчас индексация зарплат уже не успевает за реальным ростом цен в магазинах которые показывают вот не Ростат а Рамир так что при том что видишь вот эта вот военная экономика она ведет к резкому расслоению то есть да какие-то люди богатеют очень быстро кто связан со всем этим военным производством да из армии но при этом все остальные резко беднеют и реально их доходы заметно сокращаются то есть военная экономика увеличивает социальное неравенство что еще бензин продолжает очень резко расти АИ-98 который не регулируется топливным демпфером он вырос уже почти на 12 рублей с начала года или на 17,5% превысил 80 рублей за литр был 68 в начале года 95 бензин тоже немало растет почти на 8% вырос с января но его сдерживают вот этим топливным демпфером и внимание не падайте со стула сейчас будет озвучена цифра насколько сколько российский бюджет выплатил нефтяникам вот не вам а нефтяным компаниям за 9 месяцев этого года по вот этому самому топливному демпферу чтобы они не повышали цены на бензин 1 1 триллион 438 миллиардов рублей полтора триллиона из бюджета выложили и отдали нефтяникам чтобы сдержать цены на бензин и дизельку ну то есть 95 был бы уже точно за 80 там если бы не вот это все да вот поэтому я думаю что вот это сдерживание цен на бензин оно будет только до тех пор пока у них есть такие возможности им щедрые деньги из бюджета выплачивать в общем видишь на бюджет растет напряжение абсолютно по всем параметрам и процентные платежи и субсидии предприятиям которые не могут при высокой ставке брать кредиты и вот сейчас еще банкротство этим девелопер замаячил на горизонте и топливный демпер а где разорваться что ли как в анекдоте да где они на все это возьмут деньги то есть прессинг на бюджет из-за всего этого растет невероятно продолжается кадровый голод вот опубликовали свои расчеты институт статистических исследований экономики знаний вышки высшей школы экономики еще что-то выдает несмотря на все изменения последнего времени почти 3 миллиона вакансий они вот посчитали по отраслям считали незаполненные вакансии помнишь вот как мы говорили там если гуглить там сколько в обрабатывающей промышленности дефицит сколько в сельскохозяйственном комплексе сколько в коммуналке да вот они это все сложили и примерно 3 миллиона человек 2,7 миллиона человек это незаполненные вакансии в разных отраслях вот примерно столько выкосила война ну так как бы если более-менее одно с другим сложить так это и получается убитые раненые те кто там мобилизован или призван по контракту сейчас находится на фронте и те кто и уехал из страны и очень многие уехали на заработки в эти оккупированные территории да вот это где-то получается дефицит из-за демографии боевых действий и отъезда где-то около трех миллионов человек на рынке труда ну песец то есть в этой ситуации если войну не закончить то никакая ни ставка ни субсидирование ничего им не поможет при таком дефиците труда ну и что еще я хотел сказать что про санкции важный момент вот я сейчас активно там работаю прежде всего с европейскими коллегами на эту тему они готовят 15 пакет санкций Евросоюза там ты слышал что пошли разговоры про то чтобы ввести эмбарго против российского сжиженного газа предложила это Польша которая вот с нового года берет председательство в Евросоюзе после вот нашей любимой Венгрии да дело к этому идет есть большая вероятность что российский СПГ попадет под санкции а это много денег вот у них поставки как сейчас сообщают СМИ выросли в этом году довольно существенно на 9 примерно процентов Европа увеличила закупки российского СПГ и кстати говоря примерно на 30 процентов за 9 месяцев закупки трубопроводного газа у Газпрома прикинь Евросоюз там все равно это как бы цифры не очень большие они не похожи на тот старый большой экспорт но после дна который был в 22-23 годах начали увеличивать то есть примерно типа дополнительно на 5 миллиардов кубометров больше закупили газа это не фатальная какая-то цифра но ты видел что Газпром перевернулся из убытков в прошлом году в прибыль по международным стандартам финансовой отчетности за первые полугодия этого то есть надо санкции вводить и против СПГ и против трубопроводного газа вот сейчас с европейцами на эту тему работаем но вот хорошая здесь новость что проект Новотека Арктик СПГ-2 это вот огромный проект по поставке больших объемов жиженного газа на мировой рынок который был введен в эксплуатацию вот в начале года он все остановлен то есть санкции американские прежде всего его зарубили полностью стоят эти суда с газом в гавани которые не могут никуда продаться потому что никто не хочет с ними работать то есть в общем санкциями убили такой довольно большой дорогой проект который должен был приносить Путину много доходов но теперь ничего этого не будет вот что завершающее хочу сказать что с нефтью ничего особенного не происходило она бренд опять ушел ближе к 70 долларов потому что угроза большой войны между Ираном Израилем отступило меня спрашивают а что с российской экспортной ценой Юрлс она где-то вот уже последние недели месяцы где-то чуть выше 60 долларов за баррель балансирует это им мало недостаточно и я напомню что в бюджет у них и на этот и на следующий год заложена цифра 70 но будем нефть отдельно еще обсудим будут ли там цены падать или нет но даже нынешних им недостаточно чтобы бюджет балансировать рубль двигался уверенно то есть вот ЦБ на выходные установил курсы типа больше 97 за доллар и почти 106 за евро видно как он резко ослаб в последнее время эта тенденция безусловно продолжится потому что мы видим что рубль прежде всего реагирует на общую херовую экономическую ситуацию то есть никто не верит в перспективу российской экономики из-за всего о чем мы говорили и валюта российская продолжает дешеветь вот примерно более-менее все на следующей неделе будет вот опубликовано резюме Центробанка по дискуссии по ключевой ставке которая была в конце октября думаю что они они расскажут что они там внутри обсуждали и нагонят еще больше пессимизма на рынок вот это для нас как раз хорошо в общем следим документируем будем все это дальше обсуждать спасибо тебе большое видите у нас теперь часовые сводки посмотрим сохранится ли эта тенденция на следующей неделе у нас тут в отличии от Центробанка нет стабильности хотя у них честно говоря тоже хоть они и пытаются ее достичь спасибо тебе большое стабильность у нас только по выходу наших выпусков не забывайте их поддерживать лайк, комментарий, подписка ну и до скорых встреч всего доброго пока да спасибо что смотрите всем пока спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok